ребята всем привет хочу показать обзор мотоцикла который я собираю в данный момент мотоцикл из планета спорт под проектом эндуро вот и такая короче тематика в данный момент на такой стадии мотоцикл находится то есть получается ну рама колеса и сидушка но с бензобаком у ящик пива конечно баварского тоже снизу стоит это понятно потому что без пива никуда но дело в чем дело в том что это мотоцикл и хочу заточить и сделать то есть не просто под оригинальный уже полностью по тендуро не нужно кроссовый где я буду прыгать или еще что-то я хочу просто сделать такое как вездеход где можно проехать легче будет то есть по грязи по это извилистой грязной дороге там камнистой дороге и тому подобное вот это так значит начну сейчас рассказывать что я сделал здесь как вы видите раму маленько подогнул соответственно сидушку тоже пришлось крепление сидушки основную часть переделывать я ее согнул заварил и выгнул и поставил как она есть это понятно так задняя значит обод у нас стоит от мотоцикла ктм ки алюминиевый расположение спицы уже идет под кроссовый не под оригинальный дорожный как вы видите что усиленно все стоит так значит заднее крыло итальянской фирмы уфу но почему-то не знаю там logo какой-то стоит такое странное ну ладно дело не в этом короче logo стоит там и какой-то другой итальянская я сделал наш русский ish вот логотип такой нормальный что было понятно на чем человек едет так идем дальше у маятника как видите что же уже стоит от совка удлиненной и тому подобное так руль от ктм ки я в окну переднюю вилку я поставил от mz 251 с дисков и тормозами единственное что я переобул получается диск диск тоже стоит алюминиевый от ктм вот на эту ступицу я воткнул получается это диск переднее крыло также уфу старой марки из 80-х годов знаменитая такое короче лопух как у нас называли в то время короче лопухи я поставил потому что были разные крылья были широкие были узкие а вот именно лопух это было именно из 80-х поэтому я придерживаюсь к этой стратегии хочу чтобы получается крыло смотрелось а именно под то время мотоцикла вот гидравлика сегодня сделал кронштейн чтобы оттопыривала от колеса получается шланчик чтобы не дай бог не задел здесь все стоит новое полностью с нуля здесь буду тоже делать кронштейн чтобы она держалась и играла при работе амортизатора обклеил специально чтобы когда буду что-то ремонтировать с правой стороны заносить мотора не ударить и не отбить краску ну скажем так маленько как пошел по такой тематике что надо маленько защитить краску которая еще не отбита она отобьется рано или поздно это понятно но не охота чтобы она отбилась сейчас при работе и сборке мотоцикла задняя звезда как видите тоже увеличенная вот и будет стоять мотор от к 16 здесь ну как то так ребята всего хорошего удачи вам это что самое главное еще хочу сказать что на ставке вот эти вот на 50 миллиметров 5 сантиметров не сделал петр ну его в там в группе уже все знают у тебя это упаду на другом канале это делал петр мне все полностью вытачивал из нержавеющей стали вот когда так его провосил гури петр сможем когда без проблем сделаю блин самолета летают когда затягиваешь здесь перо то верхнюю наставочку ты можешь тоже подтянуть с помощью до дырки вставить до бородок вот бородок ставить и подтянуть короче это сделал не петр не крыло передел полностью то есть стояла что под правильным углом как оно должно было быть сделал крепление из нержавейки вырезал вытачивал гнул подгонял то есть сидит жестко вообще скажем так ну вот потом что еще заднее крыло то же самое я приподнял наверх чтобы она симпатичнее смотрелось а не так грустно было потому что она была у меня маленько как бы смотрела вниз а сейчас смотрится вот так вот то есть тапачок там все снизу как оно должно быть вот и сейчас он намного конечно интереснее стало смотреться мотоцикл жду короче я двигатель от к 16 с россии он где-то на таможне но не знаю вот значит я просто делаю такой маленький обзор конечно сейчас на солнце я снимаю из-за этого так бледно все сейчас повернусь а то будет нормально так хорошо ну короче такие дела так что я сегодня сделал чтоб он намного серьезнее смотрелся более красивее и правильнее как оно должно все это быть так что мы такой вот получается эндурик буду теперь решать следующий вопрос под ножкой потому что хочу поставить все-таки оригинальную просто она будет наваривать удлинять увидел перегибать но ничего страшного сделаю переднее колесо тоже получается с ктм на 21 спицы длиной 210 миллиметров вот ступица стоит от mz уже поздних годов где тормозные шайбы получается присутствовали но как-то так что тоже вот ну сюда все полностью это самое лучшее ну что я посчитал нужно закинуть это алюминиевые диски из алюминия получается спицы усиленный стоят то есть порядочный спиц идет по-другому не как на оригинальных то есть идет по-другому то есть через одну повторяется спица даже здесь видно как вы видите вот но и спицы сами по себе очень усиленные толстые немецкого качества ну как то так это с кроссового получается алюминиевый диск с ктм к а а а а а а а а и а а а а а а а а Ля-ля-ля-ля-ля-ля В данный момент занимаюсь мотоциклом Пока воткнул двигатель провизориш этот Чисто чтобы уже выхлопную подгонять Переделывать Я не могу тоже ждать пока двигатель придет от к 16 короче вот ну это движок пока чисто так что было как говорится маленько понятно что куда я дальше лепить откуда плясать выхлопной трубе вот как то так короче сейчас буду там дальше ковыряться вот у меня в домике есть бардачок такой рабочий но это нормально я считаю ну пивас это понятно а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok